Снижение преступности в Рязанской области – главный тренд прошлого года. В абсолютных цифрах убавление, конечно, небольшое, всего на 227 пунктов, но здесь важно не это, а общий вектор вниз. Понятно, что прошлый год общественность, да и злодеев тоже, пугала пандемия, но факта улучшения профилактической работы она не отменяет. В прошлом году в рамках борьбы с карминалитарной инфекцией полицейские активно участвовали в проведении контрольных рейдов в общественных местах и на транспорте. В этом году они продолжаются. И, конечно, без вашей работы мы бы не смогли убедить большинство нашего населения в том, что необходимо соблюдать те ограничения, которые были установлены Роспотребнадзором и правительством области. Совершенно правдно. Остальная криминальная математика статична. Раскрываемость почти 60%, уже больше системность, чем удача, в том числе и по борьбе с организованной преступностью, уступают позиции другие категории. В Центральном федеральном округе Рязань в тройке лидеров. По общей раскрываемости третье место по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений пятое. В регионе существенно меньше совершено преступлений против личности на 11%. В том числе таких, как умышленные причинения тяжкого предотдоровления почти на третье. А также преступления против собственности. Из них особенно заметно. Разбой, пробежение, кража. Почти на треть меньше совершено преступлений с применением оружия. Особый повод для гордости – пресечение массового распространения наркотиков. В первую очередь через интернет. Ликвидация двух межрегиональных групп по сбыту – «Марио-24бис» и «Юпитер» – отправила на скамью подсудимых 45 наркодилеров, включая 8 организаторов. Госавтоинспекторы тоже могут занести прошлый год себе в актив. Всех ДТП в Рязанской области стало меньше на 15%, на 17% с участием пьяных водителей. Немаловажное значение здесь за качественными дорогами. Региональные власти обещали в этом году ситуацию улучшить. Максим Васильев, телекомпания «Город».